Он может переходить на трамвайную линию, то есть на железную дорогу. Это ограждение, вот я про него и говорил, диэлектрическое. А, это стеклопластик. Подошел Дмитрий, который придумал эту машину, да? Ну, не один. Не один, ну понятно, скромничает. Честно говоря, я не слышал, чтобы у нас в России кто-то делал подобные машины, а действительно в Советском Союзе их было много, и вот, как говорит Иван, они начали выходить из строя, их чем-то надо менять. Друзья, добрый день, я в гостях у завода спецтехники ГИРД, это Иван. Добрый день, добрый день. Мы с ним уже знакомы. Вань, что за чудо-автомобиль ты сегодня будешь показывать? Ну, очередная, так сказать, наша новинка, ну, уже сделали не один такой автомобиль, ну вот. Мой взбудораженный мозг ничего не представил, что за локомобиль, но вот когда уже увидел машину, я начал догадываться, то есть это автомобиль, который еще по железке может ездить. Ну да, локомобиль это одна из функций, это основное название, это вообще ПНП 8,5. ПНП это подъемник ножничный передвижной 8,5, это 8,5 метров подъем корзины. Вообще, данный автомобиль предназначен для аварийных служб электросетевых компаний, таких как троллейбусное депо, трамвайное депо, да, то есть вообще автомобиль предназначен для обслуживания линий электропередач, ну, точнее, контактной сети. Данный автомобиль имеет свою особенность, у него еще помимо основного хода на колес, колесного хода, имеется возможность для обслуживания трамвайных линий. То есть он может переходить на трамвайную линию, то есть на железную дорогу, и уже осуществлять ремонт и обслуживание трамвайных линий. Автомобиль переходит, отжимается на рельсах, на, получается, колеса для хода по железной дороге и начинает уже движение в рамках, так сказать, железнодорожного транспорта. То есть они у него подъемные, да? Да, конечно, это все гидравлическая система нашего производства, нашими конструкторами разработана, вот, полностью такой готовый автомобиль. Слушай, я нечто подобное, по-моему, раньше видел на Урале. На Камазе это, наверное, первая машина, то есть не встречалось. Ну, функционально, как именно локоход, он уже давно встречается, в принципе, это достаточно изобретение, как бы, ну, достаточно мало кто сейчас делает такие, да, разработки ведет. Вот, а касаемо, допустим, вот такого вида транспорта, такого обслуживания, это одна из первых автомобилей. Вы такую первую сделали, или нет? Ну, да, вот именно на локоходу, да, на локоходу это именно первый автомобиль. Соответственно, аварийные автомобили для обслуживания контактной линии мы уже делаем неоднократно, да, то есть уже много автомобилей изготовили. Данный автомобиль для Санкт-Петербурга, вот, и для нашего родного мяса также изготавливали. Вот, то есть данный вид транспорта у нас уже освоен и уже изготавливается, потому что очень большой процент износов, так как раньше, может быть, помните, как из ночного дозора, вот эти вот желтые грузовички, они уже все старые стали, и достаточно много мы сейчас на газончике, да. То есть этот автомобиль, он, наверное, еще может буксировать неисправный трамвай какой-то, да? Ну, теоретически, я думаю, возможно, но для транспортирования у них есть отдельные, наверное, виды транспорта. А это вообще организация Горэлектротранс Санкт-Петербург. Давайте по фургону, наверное, тогда пройдемся. Шасси всем известное КАМАЗ-4352, порядка 280 лошадиных сил, полноприводный 4х4, дополнительная система ГЛОНАСС установлена с системой учета топлива. В рамках кабины, то есть проведены определенные доработки, на крыше установлена дополнительная защитная решетка. Это вообще предусмотрено для безопасности водителя и самого стекла. Отпадывающий бывает кабель линии, когда обрывается, если что-то снимает, и чтобы он как холостом не ударял по кабине. Также оснащен проблесковым маяком, дополнительным фонарем. Сама база фургонная, все изготовлено по нашей технологии, сэндвич-панелей, методом вакуумного прессования. Фургон очень теплый, то есть зимнее время, вот сейчас мы уже заходили, как раз машину с цеха загнали, она уже стоит несколько часов, а внутри тепло. Ну, Иван, мы, по-моему, уже снимали с тобой уже, да, ножничный подъемник? Мы на газоне снимали. На газоне, а там какая высота была? Честно, сейчас могу ошибаться, но, по-моему, порядка 7 метров или 7 с половиной, могу ошибаться, честно, я не помню. Здесь 8 с половиной метров. Для устойчивости, то есть, ну, 8 с половиной метров это как бы немало, выставляется предварительно на аутриггеры, то есть 4 поворотных аутриггера собственного изготовления. То есть все, фургон отжимается, выставляется в уровень. Они еще и в сторону, да, судя по всему? Да, авто двигается сюда. Да, то есть, смотрите, сейчас вот, как бы это, условно, пульт управления, один из пультов управления. Здесь у нас крен, да, то есть мы по нему выравниваемся, условно, условный ноль, выравниваемся в ноль. Здесь анимометр. Вот там видели, там, показывает, да, скорость ветра, да, потому что есть ограничения по ветру, вот, он начинает пищать, вот, и сигнализировать о том, что работать нельзя в таких условиях. То есть выравниваем автомобиль по датчику и осуществляем после этого уже работы и подъем. В рамках, когда необходимо обслуживать контактную сеть на ходу, либо провозить какую-то ревизию, возможно, работа без подъема аутриггеров. Но тогда идет блокировка системой, то есть больше 5 метров вы поднять корзину не сможете. И скорость больше 5 километров в час тоже так же будет ограничена. Ветра? Нет, это я сейчас говорю, то есть, смотрите, есть же несколько режимов. А, во время движения она может поднято ехать? То есть, смотрите, то есть 8,5 метров это для проведения каких-то монтажных работ на высоте, то есть замена, не знаю, лампочек там и так далее, то есть какой-то монтаж идет на столбах уже. А конкретно, когда обслуживается контактная сеть, она же не на 8 метрах находится, а гораздо ниже. Соответственно, необходимо это делать на ходу, потому что это просто будет физически быстрее. И здесь есть возможность на ограничение высоты стоит автомобиля. То есть корзина, точнее автомобиль не сможет двигаться быстрее 5 километров в час при поднятой люльке. Ну, я понял, это при железнодорожных катках именно. Нет, это вообще когда обслуживают. Мы же не обязательно обслуживаем трамвайную линию. А то есть можем и на колесах, на резиновых ехать? Конечно. То есть мы же можем обслуживать троллейбусную линию, то есть электротранспорты. Соответственно, это чтобы когда операторы могли... То есть один водитель находится, мы едем вдоль линии и уже проверяем, как все работает и в каком все состоянии. То есть все с подсветкой автоматической. То есть ты открываешь, свет загорается? Да. Здесь для длинномеров различных штанги специфичные получается набор специального оборудования, которое используют. Слушай, я, честно говоря, раньше считал, что когда изотермический фургон сам сделается из сэндвич-панелей, то довольно сложно вот конфигурацию ему продавать. Но вы на своем примере доказали обратное. Ой, мы уже очень много различных комплектаций. То есть сэндвич-панели... Ну мы с тобой сколько маслостанций всяких сняли, фургонов. И маслостанции, и мы там для завода Урала изготавливали сервисный автомобиль для ралли. У него там впереди козырек такой есть над кабиной, там дополнительное спальное место находится. То есть комплектации может быть... Ну то есть как видите, здесь скосы. То есть как помимо на вахтовых, да, либо на пармах, есть скос сверху, так называемый, когда кунг, ну как бы из старого советского, так сказать, обихода. Здесь скос идет на задней панели, да, вертикальный. Иван, а вот здесь я тебя перебью, здесь лесенки, да, расположены вот это вот? Да, это дополнительные лесенки, чтобы... Вот, кстати, обратите внимание, то есть лесенки тоже оцинкованы. То есть сейчас тоже все в базе. Но это уже когда какие-то оборудования, длинномеры и так далее, можно было вытаскивать и сгружать уже отсюда. То есть с этой сверхней полки было удобней. Сейчас, кстати, включу сейчас подсветку. То есть здесь можете обратить внимание, помимо внутренней подсветки, да, оборудования, чтобы удобнее было работать снаружи, здесь еще есть боковая подсветка. То есть с задней части вот мы видим, получается вот как раз люк для длинномеров. Отдельно, чтобы не выносить знак снаружи автомобиля, а именно работать на ходу, знак объезда. Также он регулируется, можно указывать, с какой стороны объезд. Дополнительный проблесковый маяк на крыше. Впереди проблесковый маяк, как я говорил. Вот, ну это ящик для дополнительного оборудования. То есть самого заказчика он уже будет отдельно все это ставить. Слушай, а тут получается аж три ключа. Нельзя обойтись одним? Да нет, можно хоть одним, можно хоть тремя, можно просто на один к нам закрывать и все. Здесь просто в комплекте когда идет это оборудование. Я просто к тому, что потеряется один из кинетов. Знаешь, как это президентская кнопка надо, чтобы два человека одновременно. Либо сразу центральный замок и все открывается и закрывается. В принципе, что касается, да, по этому оборудованию. Также здесь вот внутренняя, да, автоматически подсветка срабатывает. Ну и внешняя. Ух ты, свет загорается, точно. Ну, чтобы внутри было видно оборудование там и так далее. Вот, ну и внешняя подсветка. Сам получается внутри фургона отсек. Дополнительные два места для перевозки работников. То есть в кабине два места, помимо, ну точнее вместе с водителем. И два места здесь сертифицированных в самом фургоне. И лесенка наверх пошла. Да, и лесенка наверх. Сейчас поднимемся, там покажем все. И стеллажи под всякое добро. Слушай, это вот пульт от него лежит, да? Да, это вот сейчас принесли пульт. У нас сейчас машина как раз готовится вообще к транспортировке в Санкт-Петербург. Она поедет тралом. Вот. То есть два пульта дистанционного управления. То есть это пульт номер два и пульт номер один. То есть почему два? Чтобы была еще возможность управления как сверху, с корзины, да, когда находишься, так и снизу. Ну, чтобы это все системы дублировались. А я думал, чтобы не потеряли. Ну, можно так сказать. Я недавно снимал автобетонный насос, там тоже двумя пультами комплектуют. Ребята сказали, потому что теряют постоянно пульты. Полмиллиона стоит постоянно. Ну, может быть, это все вуалирует, просто что нужно два пульта, две системы. Вот. Что касается, то есть пульта, то есть, как я сказал, что они одновременно не могут работать, то есть только какой-то один из них. То есть на каждом пульте установлена система аварийной остановки. То есть, как помимо можно самому остановить систему в ручном режиме. Также у нас есть несколько систем безопасности на самой корзине. То есть это защита от перегруза. И если там что-то произойдет с гидравликой, она не опустится, не упадет вниз, она просто заблокируется. И там необходимо будет вручную все это опускать. То есть, в принципе, момент того, что корзина как-то может самопроизвольно как-то упасть, сломаться, повредить людей, это, в принципе, невозможно. Потому что это все дублируется системами дополнительно. Иван, а вот ты еще сказал, что одновременно два не могут работать. Это тоже из соображения безопасности? Конечно, конечно. То есть, чтобы не было там, что одно что-то хочет, другое другое, и работает только определенный пульт. То есть там переключается между режимами и работает один пульт. Покрытие пола, транспортная резина. Это, которую мы с тобой тогда в вахте ругали? Да, да, да. Вы ее тут специально примените? А здесь смысл какой? То есть это по требованию заказчика. То есть они захотели именно такую им нужна транспортная резина. То есть два сертифицированных места. То есть есть возможность вообще такую комплектацию сделать с небольшой еще мастерской. Слушай, а тут крепеж специально вообще, да? Рейка для крепления. Да, это рейка для крепления, чтобы можно было устанавливать здесь какой-то дополнительный груз, который необходим к установке. И вот тут я смотрю какой-то люк еще, да? Да, это люк, если какие-то вещи, чтобы можно было подавать, то есть отсюда и брать отсюда сразу. Ух ты, я понял, что это. Это ограждение же. Это ограждение, вот я про него и говорил, диэлектрическое. А, причем оно это? Это стеклопластик? Да, да, да. Судя по структуре и по цвету. И у вас, я смотрю, сразу противоскользящее покрытие. Да, здесь противоскользящее покрытие. Здорово как. Кстати, вот сейчас, то есть дополнительная фиксация, чтобы ограждение было жесткое. Вот, здесь дополнительные штанги есть. На ограждении установлены дополнительные прожектора. А может пока разложим? Давай я тебе помогу, говори, что делать. Да нет, они же легкие. Легкие? Поэтому сейчас вначале туда заходим. Пока у нас конструктор идет. Я вообще каждый раз поражаюсь, как они его не боятся показывать. Потому что, мне кажется, это единственный конструктор, который в городе Мяс не боится что-то новое делать. Вон он, кстати, подошел. Привет, Дмитрий. Сейчас будем раскладывать. Как с колес прям уже. К ребятам приехал Трав. Повезет машину в Питер непосредственно к клиенту. Для начала мы опоры достаем. Я так понимаю, опоры применены с манипулятора Инман, да? Да, похожие. Есть у них модификация с гидравлическим раздвижением? Да, есть. Но ручная удобнее. Слушай, а шире не надо выдвигать? Нет, это максимум. А, максимум? Упор есть. А, ну то есть достаточно, да? Да, все, мы в него уперлись. Индикатор наклона. Видим, что он вправо наклонен и вперед. Сейчас мы с помощью опоры его в горизонт выставим. Слушай, а пока в горизонт не выставишь, она работать не будет, да? Будет. Это просто индикация угла наклона. Просто, если будет работать, почему не сделать тогда обычный пузырьковый уровень? Он дешевле? Ну, можно обычный пузырьковый, но этот высокотехнологичнее. Я думал, может он работает именно в системе, что... Это у нас еще просто этот, задел для автоматического горизонтирования. То есть, чтобы сигнал с него потом брать... Все, все. То есть, с него можно получается брать? Ну, в общем, выставили ровнее, чем было. Все, пошло вверх? Эвакуационная лесенка вместе раскладывается. А, вижу, да. Вместе с корзиной. Круто. Корзина, когда поднимается кверху, то есть, она потом влево-вправо на метр с лишним может двигаться. Для удобства подхода к опоре. На платформе стоят датчики усилия, которые ограничивают вес. То есть, если будет превышение, пойдет индикация о том, что вес превышен. И подниматься нельзя будет. Сколько грузоподъемность корзины? 700 килограмм. Ребят, я сейчас анонсирую ролик, но, скорее всего, он уже у меня на канале. Я недавно же на башенный кран поднимался. А, это уже совсем другая. Порядка 70 метров, так что это... На лифте или на лесенке? На канале скоро... На лесенке, ты представляешь, что? Мы полчаса поднимались сверху, вот с непривычки. Я поднялся, у меня бицуха никакая. Ну, то есть, руки отваливаются, еще страшно просто. А с крановщиком наверху разговариваем, за сколько поднимаешься? Он говорит, 2-3 минуты. Он говорит, брешь, брешешь. Он говорит, да правда, я аж без остановок. Такой у него как кроссфит такой. Да, да, да. Так что, что тут 8 метров ваши? 8 с половиной. 8 с половиной, да. Ну, на самом деле, ребята, молодцы, потому что, честно говоря, я не слышал, чтобы у нас в России кто-то делал подобные машины. А действительно, в Советском Союзе их было много. И вот, как говорит Иван, они начали выходить из строя, их чем-то надо менять. Да, можем включить свет на площадке. Можем подать звуковой сигнал. Еще мы можем включить и аварийный электронасос отсюда. Если вдруг гидронасос откажет, то аварийно с помощью электронасоса можно будет впуститься. Даже находясь на площадке. Главное, чтобы пульт с собой взяли. Дмитрий, у меня к тебе такой вопрос. Вот ты уже много нестандартных машин здесь сконструировал, принимал участие в их конструировании. Какая, на твой взгляд, была самая интересная машина? Трапы, наверное, самые интересные. Какая? Трапы для самолетов. Для самолетов, да? Там мы даже автоматический подъезд сделали. То есть автоматически высота набиралась, автоматически трап сам подъезжал. Подача гудок и стопс. Аварийные. То есть площадка достаточно большая для работы. Здесь нескольких человек с оборудованием. То есть можно выгружать, загружать и уже осуществлять ремонт и проверку контактной сети. Так, ну что, поднимаемся. Мы вот сколько штуковин, машин с ними не испытывали. Мне всегда нравится, как это, у Дмитрия непоколебимая такая вообще, ну, спокойствие непоколебимое. Видно, человек за свою конструкцию отвечает. Фильм-то какой-то был, там про войну Великой Отечественной, про Сталина. И там броню испытывали. И каких-то конструкторов ставили за броню. Типа, не боишься? Отвечаешь за броню, вставай. Сейчас из танка или с чего там стрелять будем. Высоко. Ну, то есть вот и сама платформа, она может быть перпендикулярно шасси двигаться. Насколько она, метр на полтора? Метр двадцать. Метр двадцать она получается от центра влево-вправо может двигаться. То, что в Миасе реализовали, да, в нашем городе, там у нас поворотный круг был. То есть там по радиусу, то есть по кругу. А у вас подобная машина здесь у нас еще эксплуатировалась? Миасе мы для троллейбусного депо изготовили. Через несколько дней в Питер полечу. Может, я ее встречу где-нибудь. Отфотографирую обязательно. А вот эта площадка, про которую ты говорила. Да, вот, то есть защита реализована, да, то есть когда монтажники, да, наверху работают, то есть возможно что-то падение плоскогубцев, там рабочего инструмента какого-то, да. И чтобы не повредить кабину и оборудование, то есть предусмотрена специальная защита. Вот штанга красная впереди стоит, она вращается, и они иногда вот земли забирают кабель. И из изоляционного материала она сделана, чтобы можно было вот сюда как-то поднимать. То есть протягивают? Да, кабеля, провода. Зрители, наверное, этот видеоролик увидят или накануне самого Нового года, или уже в Новом году. Поэтому всем поздравляем, какой бы год тяжелый не был, мы его пережили. И пожелаю себе и всем, чтобы следующий год был полегче. Присоединяемся к данному поздравлению. Постоянно будем вас в следующем году радовать новой техникой, постоянно что-то совершенствовать. Вот, ну, всем всего хорошего в Новом году. Ну и самое главное, вся вот эта техника, это, конечно, очень хорошо, но самое главное, берегите себя и своих близких. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!